Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо-туриста. Облика морали, перштейн. Всё, пусть... Вот мы и на Доминиканской республике. Водичка в кайф. Песочек нежный-нежный. Вода просто обалденная. Просто тёплая. Она здесь, говорят, круглый год 26 градусов. Немножко. Кина натянула. Но её сегодня убирали, кстати. Трактор катался. Рабочие ходили, поубирали немножко. Так что порядок наводится. Вот такой трактор катается каждое утро. проезжает по пляжу, чистит. Пальмы, солнце, море. Что ещё надо? Ох, красота. Сегодня у нас 29 августа. А я иду, гуляю по волнам. Конца и края пляжу нет. Людей, правда, мало. Ночью была гроза. Ну а ничего. Днём вот такая погода. Ночью гроза, днём солнце. В принципе, нормально освежается. Смывает всё. Он, альбатрос, альбатрос летит. Он сейчас нырял в воду. Сейчас посмотрим, будет он ещё нырять или нет. Вот он летит, охотится. А ну-ка. Давай, ныряй. Летит, высматривает рыбу. Оп, пошёл, пошёл, пошёл. Есть. Он поймал что-то. И полетел дальше. Когда мне говорили, что если есть на свете рая, это Краснодарский край, меня, по-моему, обманывали. Я в то время не знал, что такое Доминиканская республика. И верил этим людям. Обманщикам. Краснодарский край тоже по-своему красив, но... Тёплая вода, обалденная вода, просто. Я иду, заходишь, как будто её подогревают. Море с подогревом. Кайф, просто кайф. Облачка. Ух, какая красота. Намочила меня всего. На нашей территории сегодня чистили, поубрали. Оставили только свежую, да, намело свежие водоросли. А там вон дальше не убрано. Ну, не знаю, чья это территория. Что ещё хотел бы сказать. Тёплое море, песчаный пляж, хороший отель. Для меня это оказались единственные плюсы. Как нам советовали уже бывавшие в Доминикане. Гулять по окрестностям не совсем безопасно. Да и пойти тут особо некуда. Как вы видели на моих видео с дрона, здесь вокруг только одни отели вдоль пляжа. Практически никакого города нет, ничего. Ну и раз я не любитель загорать на пляже, моим спасением только и стало то, что я взял с собой дрон. Субтитры подогнал «Симон» Как вы ещё раз увидели на видео с дрона, то пойти здесь практически некуда. Никакого значительного города рядом нет. Одни отели возле пляжа, что мне не особо нравится. Я любитель погулять, побродить по окрестностям, ознакомиться с достопримечательностями, посмотреть, как живут люди. В этой части острова, к сожалению, этого нет. В отеле, конечно, имеются предложения различных туристических поездок, но цены у них просто какие-то космически нереальные. Так, например, в прошлом году в Италии за прогулку на корабле посещения трёх островов мы отдали за двоих 140 евро. То здесь за посещение одного острова Саона однодневную поездку хотят ни много ни мало, всего 300 долларов. Для сравнения, массаж на пляже, например, стоит 120 долларов 30 минут. У нас такая услуга в Германии стоит всего 30 евро. Я понимаю, кто это скажет, что вы хотели, это ж курорт, отдых. Да, но не в 4 же раза. Вот я вышел за контрольно-пропускной пункт, немножко прошёлся, но что могу сказать. Частный сектор, домики, улица. Решил поднять опять же дрона, посмотреть, осмотреться, куда дальше пойти. А идти дальше и некуда. На рецепшене мне предложили заказать такси до ближайшего торгового центра. Стоит эта услуга 40 долларов. Но я так подумал, привезут тебя в торговый центр, и что дальше? Покупать что-то особенное я не собираюсь. Просто погулять, походить, отдать 40 долларов по торговому центру я и дома погуляю. Так что остаётся только летать. Не хочу я, конечно, сказать, что я прям так сильно разочарован всем, что мне там не понравилось. Во многом всё мне понравилось. Единственное, мне не хватило куда-то выйти, где-то погулять, взять, заказать какую-то экскурсию. По пляжу, конечно, ходят, дельцы предлагают различные экскурсии, но нам посоветовали с ними не связываться. Ну и времени в этой поездке у нас было не так уж много. Летали мы всего на неделю. Решили таким образом отметить свои дни рождения в отеле на пляже. Вот я возвращаюсь в отель. Как мы видим, контрольно-пропускной пункт спереди со шлагбамом. Когда нас везли, мы ещё два таких проезжали. То есть территория отеля полностью ограждена от внешнего мира. Даже на пляже стоит охранник постоянно. Охраняет шезлонги от местных предпринимателей, которые, ну, да, более такие навязчивые. Один нас просто достал. Мне уже дома коллеги по работе сказали, что надо просто говорить, что у тебя нет денег. А когда ты говоришь им, что ты не хочешь ничего в них покупать, для них это не аргумент. Они всё равно подходят через каждые полчаса и предлагают, предлагают, предлагают. В общем, хочу подвести итог. Те, кому нравится пляжный отдых, хороший отель, солнце, море, то это отдых для вас. Для тех же, кто так же, как и я, любит вечером куда-то пойти погулять, ознакомиться с местными достопримечательностями, то стоит искать отель возле какого-нибудь городка. Но если же 300-400 долларов за экскурсию для вас – это небольшие деньги, то можете ехать и сюда. Я не скряга, но всё-таки считаю, это дорого. И всему должна быть адекватная цена. Ну вот и всё, путешествие подошло к концу. Мы едем домой. Вот, как я и рассказал, очередной пропускной пункт. Выехали мы на свободу. Ну что могу сказать? Побывали мы в Доминиканской республике. Везут нас сейчас в аэропорт. А остров я так и не посмотрел. В этом я почему-то сильно разочарован. Так же, как и разочарован ландшафтом. Я, наверное, более так представлял себе какие-то джунгли, какие-то зелёные холмы, какие-то лагуны. Уверен, за дополнительную оплату всё это можно было бы, наверное, найти в других областях острова. Но, так как это у нас уже вторая поездка, мы решили просто провести эту неделю в отеле, на пляже, без лишних движений. Хотел бы я ещё раз сюда вернуться. Но не знаю. Всему своя цена. Так скажем, есть уже с чем сравнивать. И мне, например, больше нравится пляж на Майорке. Называется Сокома. Довольно-таки пологий. Красивая бухта. Ничем не хуже Доминиканской республики. Ссылочку прикреплю сверху. В заключение хотелось бы добавить. Вот эти товарищи в белых рубашках просто подбегают к автобусу, который вас привёз. Водитель автобуса открывает не вам дверь, а достаёт сразу багаж. Даёт этим носильщикам в руки. Они бегут, пробегают буквально 20 метров до очереди и ждут свою заработанную плату. У нас, кстати, мелочи совсем не было. Он стоял назойливо. Не ушёл, пока не отдали ему 5 евро. Оно вроде и мелочь, но ощущения неприятные.